Уважаемые любители моих фотографических опытов! Сегодня у нас интересное занятие. Дело в том, что уже довольно давно, несколько месяцев назад, появилась замечательная камера Leica M11. Вроде совсем недавно появилась Leica M10, а тут вдруг раз и уже новая. В чем же разница? Ну разница понятна. Как всегда мелкий дизайн и улучшение, так сказать, конструкции. Начнем с самого простого. Да, старая Leica, имеется ввиду M10, она не такая старая, 50 мегапикселей. Она потяжелее за счет латунного корпуса. Вот эта Leica именно в этой версии, когда речь идет о алюминиевом-магниевом сплаве, она на 110 грамм легче. Да, это удобнее, но зато нет понтовой нижней крышечки, которая закрывает как накопитель, так и батарейку. А здесь просто батарейка вставляется так, как в модели Leica SL2S. Надо сказать, что от Leica SL2S позаимствовано и меню. То есть меню здесь такое же точно. Если кто-то снимает Leica SL2S, ну там видео, например, как это происходит в настоящий момент, тот, конечно, там удобнее иметь вот такую Leica M11, потому что, ну, меню не надо каждый раз там вспоминать, какие кнопочки нажимать, а менюшечки большие. Но интересно же ведь посмотреть, чем она отличается от этой уже по сути. Ну, для этих целей я использовал три объектива. Это объектив 35 миллиметров, APA Summicron с начальной диафрагмой 2, APA Summicron с начальной диафрагмой 2, с фокусным расстоянием 75 миллиметров, миллиметров, и APA TELIT 135 миллиметров, который, как известно, является телевичком для Leica серии M. Надо сказать, что новая камера M11, она сразу же задает несколько выше планку. Дело в том, что у нее матрица-то побольше. Здесь 50, а здесь чуть больше 60 мегапикселей. То есть в этом тоже есть известный здоровый интерес. Разрешение выше, результат может быть интереснее. Ну и с таким набором простеньким, с тремя объективами, я отправился погулять. Ну, понятно, что пленэр – это самое лучшее испытание камеры, потому что на пленэре есть все, что нужно, кроме, конечно, полуголых красоток и прыщавых подростков. Поэтому я пошел в зимнее такое достаточно сумеречное время поиспытывать эти камеры. Ну, в первую очередь, по дороге меня привлекло как бы контрастный сюжет. Светлыми деревьями и темными. Ну, имеется в виду елки, конечно. То есть в одном случае сравниваем кору и елки, и темные, и светлые детали. Сразу же скажу, что очень похожие картинки. Тут уж ничего не сделаешь. Картинки действительно похожие. Ну, при большом разрешении всегда интересно, как такие елки работают в тенях. М10 в свое время произвела на меня огромное впечатление проработкой деталей в тенях. Для этого я снял темный ельник тем же объективом 35 мм с начальной диафрагмой 2, который переставлялся с одной на другую камеру. Ну, это понятно. Чтобы у нас все было более-менее равноценно. Оказалось, что в тенях ельник прорабатывается примерно одинаково. Это меня немножко смутило, потому что разрешение здесь повыше. Матрица поновей. Но в данном случае все совпало. Тем не менее, это интересно. Ну, и дальше я решил поработать против света. Ну, понятно, какой сейчас свет в феврале месяце. Солнце падает довольно быстро. И поэтому тоненькая полоска света, которая маячила на горизонте, вот против нее я и стал снимать лес. Ну, как вы знаете, кто особенно пробовал фотографировать, даже на цифровые камеры, что достаточно неправильный сюжет. Яркий свет в объектив, темные стволы деревьев. То есть, ничего хорошего ожидать было нельзя. Ну, лейки с такими штучками справляются так же, как и Хосельблат. Довольно легко. Ну, вот. И вот, посмотрите, два снимка против солнца, значит, соответственно, и дальше суммирующие, где две картинки стоят рядом друг с другом. Ну, и что мы видим? А мы видим странную вещь. Та картинка, которую мы ожидаем, ту, которую мы себе представляем в такой ситуации, как бы восстанавливая в голове то, что видят наши глаза, оказывается, у лейки М10 лучше. А у М11 почему-то какой-то странный оттеночек. Сьюльевенький. Это что ж-то такое? Не допилили программы для Матрицы. Странно, за лейцем таких вещей не водилось. Ну, и в результате я, значит, задумавшись очень сильно, отправился испытывать миры. Цветные миры, те самые, которые, в общем, теперь считаются не только мной, но и известными оптиками, лучшими для тестирования объективов, и которые, конечно, инженеры-заработчики камер, особенно в Юго-Восточной Азии, ненавидят лютой ненавистью. Потому что их программное обеспечение к Матрицам воспроизводит, их, мягко говоря, не очень хорошо. Так что же оказалось? Что, да, мир, вот я использовал объектив АПАС Умикрон с начальной диафрагмой 2, естественно, на открытой диафрагме. Ну, объектив хороший, что тут говорить. И снял их. Видите, они тоже немножко отличаются по цвету, и почему-то именно лейки М11, она такая чуть-чуть кажется голубоватой. И крупное сравнение двух этих самых мир показывает, что, конечно, М11 разрешает на 15-20% лучше миру, чем камера М10. Тут что и ожидалось, матрицы-то разные. Вот, только проблема заключается в том, что вот эти разницы с светом, который мы видим, они мне сначала показали, что связаны, может быть, с особенностями матрицами. Но я использовал научный подход, что я очень люблю. Использовал два научных прибора. Значит, это Spectre Master Seikonic C800. Это, на самом деле, для любительской идеи, для профессиональной фотографии, в общем, достаточный прибор, который позволяет, в общем-то, оценивать, как вы понимаете, спектральный состав света. Ну, я всегда его использую для работы с черно-белой фотографией, особенно с большой плёнкой. Почему? Потому что вот этот вот замечательный спектрометр Seikonic, он обладает прекрасными способностями для того, чтобы выяснить, а что в свете, нажав вот кнопочку таким образом, что в свете, который в данном случае работает, вам не хватает. Ну, у меня здесь почти всё хватает, поэтому, как вы понимаете, он обладает памятью, обладает способностью прямого указания на спектральный состав фильтра. То есть, вещь вообще полезная для людей, у которых, в общем, в голове не то, что о чём поёт шнур в песне про ЗОЖ. В общем, такую вещь иметь для профессиональной фотографии, особенно для профессиональной кинематографии, очень полезна и важна. Я взял этот приборчик и стал, собственно говоря, проверять, а что у нас за странности с светом. Ну, и для этого, конечно, снял вот, ну, дрова. Что уж проще, дрова, лишайник. Ну, простые, простые деревенские забавы. И сравнил между собой две картинки. Видите, они отличаются. Почему-то М11 чуть-чуть, кажется, посветлее, там менее контрастно. Но это понятно. Чем матрица более разрешающая, тем мягче изображение, особенно, когда его сжимают. Оказалось, что вот этот тот самый спектромастер показал, что спектральная картинка лейки М11 абсолютно точно соответствует тому, что происходит на улице. И действительно, достаточно плотное облачное небо, рассеянный свет. Показывают, что что есть, то есть. То есть, на лейце превзошли сами себя. Они взяли и сделали камеру, которая не вносит никакого вот этого вот безобразия, фуфловедения в картинку для того, чтобы понравиться гражданам. В своё время, в 80-е годы, фирма «Кодек», которая была блестящая, и наши наиболее недоразвитые фотографы, восторгались ей. Дело в том, что на самом деле, там было много плёнок «Кодек». Среди них были профессиональные, которые очень точно работали, насколько это вообще возможно. Но всё равно без пяти фильтров на съёмку уходить нельзя. Ну, если вы, конечно, не фотограф ТАСС. А так, все плёнки «Кодека» уходили в оранжевый цвет. Почему? Потому что американец должен быть с оранжевой мордой. Счастливый и довольный. То есть, сытый. А все остальные, которые снимали на более точной плёнке, ну, например, на «Акфу», могли оказаться и синеватые. Ну, как может быть, давно не кормленная девица синеватой? Особенно на подиуме, особенно без порток. Ну, нет, невозможно. Она должна быть платёжеспособной, загар майамский. Ну, собственно говоря, этого не делали. Вот то же самое вытворяют и в современное время очень многие любители, производители цифровых камер. Они считают, что надо улучшать. И M10 – это как раз получается последнее из улучшенных. То есть, картинка такая. Вот вы посмотрите, самый важный, с моей точки зрения, ну, один из любимых моих. Калиновый тест. Ну, я калину люблю в виде соуса, а здесь оставил птичкам, потому что соуса у меня полно. И здесь видно очень хорошо, что вот как было и как хотелось бы увидеть, скажем, инженеру, который писал софт для M10. Видите? Чуть-чуть желтизну, чуть-чуть цвета такие, как бы нам привычные, ожидаемые. То есть, процесс продажи ожидаемой картинки является ключом. Ну, про юго-восточную я вообще не говорю. Так вот, на калиновом тесте очень хорошо видно объективом 135 мм, вот этим самым, который сейчас стоит на M11, что цвет неба за калиной такой, как он был. Облачный, там, с редкими просветами. Белёхенький. Тот самый, который показывает нам спектрометр. А на M10 он немножко приукрашен. Ну, так, чтобы вам понравиться. Поэтому, как бы, мы можем перейти и к более простеньким кадрам. Ну, например, в Афрянове есть такой музейчик. Он ценен тем, что там постройки все обшиты так, как их обшивали в XIX веке, большими досками. Это редко встречается у наших псевдо-восстановителей архитектуры. Поэтому стоит туда съездить. Так вот, там домик прислуги, например, со всеми этими псевдо-выступами, которые имитируют шпаклёвку и, так сказать, украшения а-ля мраморного типа, сделаны из дерева. И вот домик прислуги, хорошо сохранившийся. В общем, даёт представление о том, как работают эти два объектива. Один и второй. Ну, всё подписано, здесь говорить нечего. А барский дом – это уже технология светлых тонов, что, кстати говоря, очень болезненно воспринимается цифровыми камерами. Тут мы видим другую картинку. Мы видим, что, конечно, M11 даёт абсолютно точный, опять подчёркиваю, спектрально идентичный цвет тому, что есть на улице. А вот M10 немножко улучшает. Ну, всё для вас, за ваши деньги. И на двух картинках рядом здесь видно хорошо разницу. То есть, подводя некий итог моим таким испытанием этой камеры могу сказать, что я пришёл в полную восторгу. Почему? Потому что камера M11 получается лишена всех тех коммерческих безобразий, которые так любят производители, чтобы втюхать вам несчастным, да и мне тоже, вот эту самую красоту, которую мы имеем в голове. А не ту красоту, которая находится за окном. Это ужасно. Такой мир поощрения псевдофантазий. Вот лейка M11 от этих фантазий избавлена. Она работает так, как вы видите сегодняшнее состояние природы. или людей, или окружающего, без всяких прикрас. Точненькое, в соответствии со спектральными характеристиками. Это означает только одно, то, что она ничего не украшает. И все инструменты, которые возможны, они в руках самого фотографа. Здесь можно действительно на огромном диапазоне чувствительности, на прекрасной, точной цветопередаче вырезать фильтрами все, что нужно. Устанавливать свет так, как нужно. По сути дела, на лейце взяли, добавив немножко денег в цену, засунули туда вот такой анализатор, которым я все равно пользуюсь, потому что, ну, в силу, видимо, старшихских привычек. Хотя есть сейчас современный сайконик, но он, к сожалению, стоит столько же, сколько лейка М11. Я пока не могу себе позволить приобрести такую вещь, но вам, особенно те, кто может себе это позволить, всячески советую проверять то, что вы видите глазами, сравнивая с работой цифровых камер и подтверждая или опровергая работу камер с помощью такой замечательной штуки, как спектроскоп, всячески советую. А так могу сказать, да, лейце превзошел сам себя. Они создали камеру, у которой нет субъективизации цвета. Это очень важно. Конечно, если вы хотите щелкнуть, чтобы получилось оранжевая рожа 70-х годов с хорошим разрешением, не надо ничего покупать, кроме айфона. Там все уже это сделано. Там суммация кадров, цветовое исправление, профили прошиты, для всех дел. Не мучайтесь. Продолжайте нажимать на айфон. Но те, кто действительно серьезно занимается фотографией, должны учесть, что, конечно, M11 – это прогресс. И большой прогресс. Остается только мечтать воспользоваться черно-белой камерой типа M10, но сделаны уже на основе вот этих принципов. Быстрее всего это будет большой следующий шаг в области монохромной фотографии. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. И могу только посочувствовать тем, кто до сих пор не разжился M11, а у кого M10, то это, в общем, несложно и поменять. Как известно, с небольшой доплатой. Все камеры предоставлены мне, сразу скажу, магазином Кутуза Фото, как всегда. И за ними, за этими лейками туда и надо ходить. можно купить по-другому, но лучше, когда все-таки ты имеешь дело с теми, кто в этом хорошо разбирается. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok